Непростым этот четверг выдался для будущих пятиклассников. Сегодня началась вступительная кампания в гимназии. Они должны написать два диктанта по языкам и решить контрольную по математике. Этим утром настроиться пришлось на русский язык. Одни из самых напряженных дней начались и у будущих студентов. До 11 июня ребята будут сдавать выпускные экзамены в школе. Анастасия Винчо выяснила, кто же переживает больше, дети или родители. Красиво запишите верхнюю строчку. Контрольная работа. Будущие пятиклассники взялись за ручки ровно в 11.00. Диктант по русскому языку пишут с особой старательностью. По ходу чтения ребята успевают проверить каждое слово. Я думала над каждым словом, чтобы не ошибиться, перепроверяла все. Слов таких особо сложных не было. Я хочу сюда поступить, потому что тут хорошее образование дают. А чтобы поступить, нужно сдать еще два экзамена. 4 июня ребята напишут контрольную работу по математике. Седьмого диктант по белорусскому языку. Все переживают. Подготовка заняла не один месяц. Но самая напряженная атмосфера царит здесь, во дворике гимназии. Родители то и дело поглядывают на часы и волнуются за своих чат. Еще вы, ведь это первый в их жизни экзамен. Меньше часа и потенциальные гимназисты уже тараторят о прошедших испытаниях. Привет, сынок. Ну как? Да, все нормально. Для кого-то старт, а для кого-то финиш. Выпускные классы тоже сдают экзамены. В 19-й школе по математике девятиклассница Люда пока остановилась на девятой задаче. Задача на процентное содержание раствора в кислоте. Ну, как-то перекликается с химией, но это математическая задача. На решение десяти задач дается четыре часа. Но, как показывает практика, многие справляются гораздо раньше. Сегодня не составляло никакого труда для ребят решить эти задания. У нас есть ребенок, который решил эти задания, весь вариант, буквально за 40 минут. Мы рыхтовались, прописали шмат текстов. И поэтому сегодня на экзамене вы уж неспокойно писали. Одни из самых напряженных дней и у 11-ти классников. До 11-го июня ребята будут сдавать выпускные экзамены в школе. А после, начиная с 13-го числа, абитуриенты начнут решать задания по централизованному тестированию. К слову, в этом году тесты сдадут более 100 тысяч человек. Традиционно популярный предмет – это русский язык. Задания готовы. То, что касается их содержания, всегда на особом контроле находится вопрос соответствия заданий школьной программе. А наши герои сдавать тестирование будут еще не скоро. На подготовку к решающему испытанию у Люды есть два года. Девушка времени не теряет, самостоятельно штудирует химию и биологию. Главное – потенциал есть. Ну что, как это заняло? Ну, все хорошо, все получилось.